Рекомендуется закрыть. В их число вошли структуру Латвийского университета и РТУ, а также Национальный ботанический сад. Как сообщили в Министерстве образования, низкую оценку, единицу, получили Институт экспериментальной клинической медицины, Институт геодезии, геоинформатики Латвийского университета, а также научные учреждения РТУ, Автотранспортный институт, Институт компьютерного управления, автоматизации, компьютерной техники, Гуманитарный институт и Институт радиоэлектроники. В РТУ сомневаются в объективности исследования международных экспертов. Нужно понять одну вещь. Научные институты, которые занимаются только наукой, отличаются от тех, которые являются составной частью факультетов, главная цель которых – учебный процесс. Класть их на одни весы – это неправильно, а разговоры о закрытии институтов – и вовсе популизм. Также в перечень исследовательских структур, которые рекомендуется закрыть, включены научный институт земледелия и научный институт сельскохозяйственной техники Латвийского сельскохозяйственного университета, научно-исследовательские институты, Латвийская академия спортивной педагогики и Национальный ботанический сад. Литовский бренд Ики, похоже, скоро прекратит свое существование в Латвии. Убыточные магазины этой торговой сети с литовскими корнями перекупило латвийское предприятие Мегу. Полсотни магазинов, скорее всего, сменят вывески. Торговая сеть Ики работала в Латвии на протяжении 10 лет. В ее развитие были инвестированы большие средства. В 2008 году были перекуплены все магазины Нелда. Предприятие занимало 5% рынка, но не смогло выйти на прибыль. В последние годы сеть работала с большими убытками. Это такой момент, когда владельцам предприятия надо было принять решение. Усилить конкурентоспособность и увеличить свою долю на нашем рынке, при этом инвестируя большие деньги, или делать что-то другое. Владельцы предпочли что-то другое. Чем и воспользовалась латвийская компания Мега, большей частью которой владеет местный бизнесмен Михаил Ульман. Он также является одним из совладельцев холдинга МОНО, которому принадлежит Латвия Спаста Банка. После того, как магазины Ики превратятся в Мега, с ними ничего особенного не произойдет. Поменяются цвета на логотипах, и на полках уменьшится ассортимент литовских товаров. Предпочтение будет отдано отечественным производителям. Мы уже на рынке стабильно работаем 15 лет и хотим расширяться. А тут появилась возможность проанализировать, подумать и принять решение о том, что мы хотим приобрести. В будущем сеть Мега увеличится на 53 магазина и сможет войти в тройку лидеров торговых сетей, наряду с Максимой и Риме. Однако для завершения сделки необходимо еще 4 месяца ждать решения совета по конкуренции. Смотрите в итоговом выпуске новостей в 10 вечера. Посещение Замка Света может быть опасным для жизни. Пожарные запретили сдавать его в эксплуатацию. Когда развалится КНАП? Антикоррупционное бюро строит планы на будущее, но не может обеспечить работу без скандалов в настоящем. Прощай копчение! Неужели в Европе запретят сервелат и изменят вкус других популярных мясных продуктов? На этом у меня пока все. Увидимся в итоговом выпуске новостей в 22.00. До скорого! За 20 лет независимости Латвия потеряла целое поколение. За 100 лет таких было бы 5. Неужели в течение века латвийцев останется столько, сколько сможет вместить музей под открытым небом?